Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Это программа «Якутк сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим», «Сахарадиота», национальной вещательной компании «Саха». Режиссёры Николай Слепцов и Михаил Эверстов. У микрофона ведущий Юрий Сергеев. Приветствую телезрители и радиослушатели. В нашей сегодняшней передаче. Завтра, 7 мая, в России отмечается День радио. Праздник работников всех отраслей связи. В преддверии этого профессионального праздника, сегодня в прямом эфире нашей программы, поговорим о развитии радиовещания в Якутии. Гость студии, сейчас я представлю вам, это генеральный директор акционерного общества «Арктик Телеком» Виктор Александрович Сергеев. Здравствуйте. Добрый день, радио и телезрители. Именно вот компания «Арктик Телеком» эксплуатирует уникальную сеть республиканского радиовещания. И накануне профессионального праздника, как я уже сказал, думаю, есть чем поделиться с нашими телезрителями и радиослушателями, руководителю компании «Арктик Телеком». Наши телефоны, уважаемые слушатели и телезрители, напомню, 32-00-66 и 32-11-66. Пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Можете их задавать нашему гостю, Виктору Александровичу Сергееву. Итак, мы начнем нашу программу. Виктор Александрович, расскажите, пожалуйста, в чем же все-таки, скажем так, уникальность сети радиовещания нашей необъятной республики? Вам слово. Да, вы знаете, самой главной особенностью республиканского эфирного радиовещания Якутии является ее масштаб. Радиовещание Якутии является крупнейшей региональной сетью в нашей стране. На самом деле, на сегодняшний день 498 населенных пунктов республики обеспечены нашим республиканским радио. И вот в данный момент нас как раз имеет возможность слушать более 990 тысяч жителей Якутии, находясь дома, в пути, на работе. В целом эфирное радио у нас распространяется от южных границ Якутии, это от Нелеглинского района, до самых северных путей, это берега моря Лаптевых. Безусловно, это и подключение самых отдаленных сочиненных пунктов, и такие пункты, как Юкагир, Русская Устья, Сибианкиоль и многие другие, где как раз радиовещание радио ТТИМ является очень важным и, безусловно, зачастую единственным источником информации. Стоит отметить, что благодаря спутниковой сети Якутии через спутниковую террорщательную сеть позволяет доставлять сигнал радио через спутниковые сети на всей территории Дальневосточного федерального округа и соседнего Красноярского края. Все эти факты, безусловно, говорят об уникальности нашей родной сети, о, так скажем, даже ее культурном достоянии, о необходимости ее понижения на безусловном развитии. Да, конечно, вы правильно заметили о том, что действительно это уникальная сеть радиовещания на необъятных просторах нашей республики. Ну, вот охват населения 99,7% было, по последним данным. Ну, а по охвату, скажем, территории, ну, где-то 6%, да, порядка, так? Да, все верно. Действительно, охват именно, так называемый, FM в сети вещами составляет не более 6% от территории Якутии. Да-да-да, территории, да. Территории Якутии, хотя действительно практически 100% наших сограждан имеет возможность слушать радио. Казалось бы, парадокс, но действительно это так. И, на самом деле, над этой задачей мы тоже активно работаем. Сейчас мы работаем над возобновлением так называемого мощного радиоищания на территории Якутии. К счастью, в республике сохранился очень значимый объект, объект связи радиостанции номер один, который находится недалеко... В Тулагине? Да, находится в поселке Тулагина, недалеко от города Якутска. И как раз этого объекта ранее производилось это мощное радиоищание и в коротковолновом, и средневолновом, и длинноволновом диапазонах. И как раз сейчас, в текущем году, мы планируем реконструировать, возобновить это мощное радиоищание, чтобы покрыть, в первую очередь, арктические территории Якутии. Это северо-запад и северо-восток Якутии. Хорошо. Но об этом тоже мы еще поговорим в ходе нашей сегодняшней теле- и радиопередачи, уважаемые телезрители и радиослушатели. Но хотелось бы немножко, Виктор Александрович, окунуться в историю. Вообще вся история радио и связи в целом наполнена, конечно, множеством любопытных подробностей и в становлении якутского радиовещания. Наверняка есть свои невероятные факты. Об этом тоже знают наши и телезрители, и радиослушатели. Например, хочется, чтобы подробнее узнать от ваших уст о том, как связисты начали создавать в Якутии сети радиовещания. Давайте в историю немножко окунемся, окунемся в наших суровых условиях. У нас телефонный звонок. Давайте наушники. Агент Виктор Александрович, давайте послушаем сначала телезрители, радиослушатели. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Так. Звоню из Мегина-Ханглазского района. Угу. И у меня такой вопрос. Будет ли умощнение радио в Заречных районах? Хочу во время Санакоса слушать наше якутское радио, и получается через радио узнавать погоду. Да. И все, что происходит в нашей республике. Угу. Там радио не везде ловит, ловит, но не везде. Хорошо, понятно. Так, пожалуйста, Игорь Александрович. Да, Алексей, спасибо за вопрос. Ну, действительно, кроме наших планов по развитию мощного радиоищения, мы параллельно развиваем и занимаемся развитием действующей ФМ-сети. Я бы хотел сказать, что буквально за 20 год, 20 населённых пунктов республики, мы сделали определённое увеличение по зоне охвата именно ФМ-сети. Ну, целью, которую мы здесь все ставим, это, безусловно, покрытие и водных путей республики, и федеральных, и республиканских. Ну, например, в Конголасском районе мы охватили весь водный путь Эль-Келена, в Сунтарском районе автомобильную дорогу. Как раз вот, возвращаясь к вопросу Мегина-Конголасского, на самом деле мы уже пленную работу тоже провели, мы тоже себе ставили задачу покрыть радиоищением как раз Амгинское направление, оригинальную дорогу Амга. И вот буквально вот уже в текущем году мы сделали пленное умощнение в Мегина-Конголасском районе Майя. Поэтому как раз, когда уже будет история собрежена там с участием на сенокосных угодьях, я думаю, как раз вы полноценно прочувствуете возможности именно прослушивания радио. Ну, хорошо, тоже своевременный вопрос. Конечно, сенокосная компания тоже не за горами, как говорится, и наши сенокосчики будут слушать наше якутское радио. Ну, давайте вернемся к нашей истории. Виза Александрович, пожалуйста. Да, с вашего позволения, я бы все-таки несколько слов сказал уже о новейшей, так скажем, истории. Давайте по новейшей истории вернемся, да. Вообще, на самом деле, старт развития сети телевизионного радиоощрения в том формате, который мы имеем на текущий момент, дал первый президент Якутии, Михаил Фимович Николаев. В 2000 году была принята программа по развитию эфирного телевидения радиоощрения на срок 2008-2008 года. И как раз в рамках этой программы было усилено развитие именно сети телевизионного вещрения и поставлена задача создания республиканского сети и фирменного радиоощрения. Ну, задача действительно важная и такая хорошая. И уже в 2007 году было построено 277 объектов, которые как раз вот заявленный охват более 99% населения обеспечил. Здесь, конечно, очень активную позицию проявили муниципалитеты Якутии и компании Якутии, которые, в том числе, и финансово помогали. Ну и, безусловно, коллектив компаний, в то время еще ГУП Технические Центрии Развещания, да, активно в этом работал, за что им, безусловно, спасибо. Ныне уже компания Арктик Телеком это активно поддерживает. Хорошо. Ну что ж, у нас еще один телефонный звонок. Виктор Александрович, алло, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Виктор Александрович, вопрос такой. Меня зовут Иван Иванович. Да, вот, я хотел насчет того. что везде идет этот, ну, вот, ледоход у нас, да, и везде вот установлены в виде камеры. Ленские там. Да, 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 да. А почему нету Усмаев, Алдане есть, да, Алдан, Рикарь, Алдан, Усмаев. А почему Хандыге или там Критхальжаи нету? Так, ну, вопрос все-таки по адресу. Ну, вопрос, безусловно, по адресу. Безусловно, мы, как компания истории, как раз наблюдением за ледоходом активно начали несколько лет назад. Как правильно отметились, на сегодняшний момент видеокамеры уже установлены в Ленском районе. И, на самом деле, можно просматривать и Кангаласском, Кабяйском. Вот с приходом оптоволокна это стало, если обратили внимание, как раз просмотры в Жиганском районе, мы тоже камеру установили. Очень, кстати, интересно посмотреть и на серной территории, вот как раз Зырянку мы тоже охватили. Замечания радиослушателей мы, безусловно, учтем, потому что мы из года в год как раз развиваем, так скажем, объекты, ставим дополнительные точки видеонаблюдения. Но, безусловно, цель от задачи, которую мы перед собой ставим, это, безусловно, охватить полностью, так скажем, эти и проблемные участки, и чтобы полноценное наблюдение за ледоходом было обеспечено. Хорошо, конечно, этапность тоже, конечно, преследуется в этом плане, да, строительство таких вот наблюдательных пунктов. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, конечно, пользуюсь моментом, что вы сегодня у нас в гостях, да, но наша основная тема сегодня посвящена вот к дню 7 мая, дню радио и работников всех отраслей связи. Так, ну что ж, теперь хотелось бы спросить, Виктор Александрович, наверное, вот такой вопрос. Конечно, трудности в каждом деле встречаются. Какие у вас есть трудности? Да, ну, прежде всего, конечно бы, хотелось бы отметить высокую востребованность в целом сети радиоощрения как таковую. Мы на постоянной основе получаем предложения от преданных слушателей радио о развитии сети. Вообще хотел бы выразить благодарность, на самом деле, администрациям, районным муниципалитетам и всем людям, которые активно вообще продвигают республиканское радио. Ну, а главной трудностью является, это, безусловно, логистическая и транспортная доступность. У нас в компании были нелегкие случаи, когда для того, чтобы посетить определенный селон пункт, в пути люди находились по несколько дней, испытывая там различные транспортные средства, в том числе и гужевой транспорт, в том числе и проходя многокилометровые расстояния своими ногами. Но все это было делано на радио, я считаю, очень хорошей целью. Это для того, чтобы каждый из нас мог посмотреть голубой огонек в себя дома, чтобы мог послушать радиовещание. И, конечно, это самодержность работы наших слизистов. Я бы еще хотел бы отметить то, что главная, так скажем, наша гордость предприятия является сохранение компетенции по ремонту телекоменционного оборудования. Буквально за 20 год более 200 передающих устройств, передатчиков мы произвели ремонт самостоятельно нашей лаборатории. Это, конечно, позволяет говорить о том, что мы уверенно смотрим, так скажем, будущее в технологическом развитии этой сети. Так, ну что ж, телефоны номера 320066, 321166. Если есть какие-то вопросы у наших радиослушателей или зрителей, то, пожалуйста, задавайте прямо сейчас. Ну что ж, безусловно, сегодня развиваются технологии радиосвязи. Это действительно веление времени. А вот какие проекты реализуются в связи с этим? Да, ну вообще радио как таковое, ну если исходить из самого значения слова радио, с латыни это излучать, безусловно, любая сейчас новейшая телекоменционная технология наобазировалась именно технологией радиосвязи. Это и мобильная связь, это и доступ к сети интернет, и традиционное радиоизвязи. Да, да. Да, в этом направлении, ну если говорить в последневности, мы все пользуемся сетями Wi-Fi доступа. Буквально вот в прошлом году была разработана новая технология, так называемая Wi-Fi седьмого поколения. Здесь мы активно поддерживаем. Нашей компанией создана сеть Arctic Wi-Fi. Она как раз для труднодоступных и удовольственных пунктов позволяет подключиться к сети интернет, имея только лишь мобильное устройство. Это же, конечно, касается и развития спутниковой связи, развития так называемых низкорбитальных спутниковой группировки. Это важно тем, что будет возможность кратно увеличить скорость для абонентских устройств, это от 100 мегабит и выше на самом деле, и сократить задержки сопоставимым там с мобильной связью, это же ЛТЕ. И на самом деле с радио тут тоже есть определенные, так скажем, стыки, потому что спутниковая связь позволяет в дальнейшем развивать именно передачу сигналов непосредственно со спутника. И для приема радио будет необходим именно небольшое мобильное устройство. С компанией мы активно сотрудничаем, это и космическая связь, и БРО-1440. Я уверен, что в ближайшее время в среднесрочной перспективе все эти уже новые виды связи будут применены в Якутии. — Конечно. Безусловно, вот бесцеребойная работа сети — это заслуга командной работы, согласитесь. Так? И вот, ну, давайте несколько слов о коллективе вашей компании. — Ну, сотрудники нашей компании — это, безусловно, специалисты высшей категории, это фанат своего дела. Коллегия обеспечивает поддержку более 244 населенных пунктов именно цифровых сервисов, предоставления интернет-доступа и более 500 пунктов эфирного телевидения радиовещания. Наши коллеги представлены в каждом районном центре. И вот из 170 сотрудников, на самом деле, как есть, так скажем, Аксакалы, тот, кто непосредственно развивался, ветераны, да, кто участвовал в ее становлении, так и молодые специалисты, которые вот вменяют и получают этот опыт. Ну и, безусловно, главная их совместная цель — это работать на благо Якутии, на благо развития инфраструктуры связи. Ну и хотелось бы отметить то, что вот наших коллег и жителей, и правительства республики отмечают. Буквально несколько дней назад нашего коллегу, начальника территориального злосвязи Татинского района, Барбасета Ивана Ивановича, наградили премии «Человек труда» именем главы. Это, безусловно, очень радостно для нашего коллектива. Ну хорошо. Действительно, это заслуженная такая награда всего коллектива, можно так сказать. Ну, Арктелеком ведет работу по проектированию и внедрению сети мощного цифрового радиовещания, о чем вы говорили, да, Виктор Александрович, стандарта ДРМ со ста-процентным покрытием всей территории нашей республики. Это, конечно, приоритетная и важная задача. Да, безусловно, так. Ну, как я уже говорил, мы основываемся на объекте, который сейчас будем активно реконструировать. Действительно, я бы тоже хотел сказать коллегам нашей российской ТРД-сети, которые... сохранили ее в отличном состоянии. Буквально в 20-м году мы провели ряд инженерных испытаний на антеннах фидерных устройствах совместно с Научно-исследовательским институтом радио. Это крупнейший российский институт. Да, и отрадно то, что мы получили результаты, которые говорят о том, что именно мощное радиовещание в коротковолновом диапазоне действительно возможно внедрять. Эта база была сохранена. Ну и, соответственно, уже, как отмечал ранее, в этом году будем мы, так скажем, первые тесты включения делать. Поэтому будет очень радостно, если наши слушатели тоже в свое время протестируют. Мы, безусловно, об этом еще расскажем. Вот некоторые хотели спросить бы вас, тоже меня попросили, почему компания изменила свое название 7 мая 2021 года? С чем это было связано? Как вы объясните? Ну, действительно, наш профессиональный праздник сопряжен с днем рождения нашей компании. На самом деле предприятие уже существует более 50 лет. Действительно, как Арктик Телеком мы с 2021 года. Ну, первое, это, безусловно, наш фокус, так скажем, на арктическую территорию. Возможно, вы знаете, мы параллельно, кроме развития нашей родной сети телерадвещания, развиваем и сети широкополастного доступа. Это проекты синергии Арктики. Как раз буквально вот в этом году мы запустили в Жиганске магистральную линию связи оптическую. Ставят цели и задачи как раз подключить каждый арктический районный центр республики. Ну и, безусловно, это в целом диверсификация услуг. Мы, безусловно, за сохранение традиций. Но мы понимаем то, что новые технологии, они идут вперед, и мы должны быть на острее. Это и в части развития интернет-доступа, ну и иных цифровых сервисов. Да, конечно. Вот завтра, 7 мая, в день радио, и работников всех отраслей связи пройдут мероприятия. Если можно, назовите, пожалуйста. Да, действительно. Завтра пройдут, ну, во-первых, традиционные мероприятия. Это у нас произойдет, в первом правительстве, это награждение работников всех отраслей связи. Да, мы тоже ожидаем это очень радостное событие. Мы почтим память Борису Александровичу, это в одно время руководители компании Купта-ЦТР, да, и министр связи. Действительно, было многое сделано. Как раз сквер, который вот у колледжа связи в городе Якутске традиционно будет возложение. Ну и мы связисты, у нас есть традиция так называемых маёвок. Это выезды на природу. Это отдать дань уже наработанным, так скажем, направлениям, ну и заложить основу для дальнейшего движения. Ну что ж, у нас осталось буквально где-то минуты-полторы, может быть, до конца эфира. Виктор Александрович, ваше пожелание коллегам в связи с предстоящими праздниками? Ну, от всей души поздравляю работников всех отраслей связи с профессиональным праздником, Днем Радио. Вообще хотел сказать, что, безусловно, за любыми достижениями коммуникационной технологии стоит очень тяжелая и кропотливая работа. На самом деле, кропотливая работа не только инженеров, но и наших коллег, тележурналистов, радиожурналистов. Да, конечно. Я вообще считаю, что на самом деле мы находимся на острие. И, да. Ну и самое главное, конечно, хочу пожелать здоровья, хочу пожелать, чтобы любовь к своей профессии, она только множилась. И, безусловно, тогда сбудется желание каждого связиста. Это связь без помех. Ну и, безусловно, с наступающим Днем Победы. С 9 мая. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям Виктора Александровича. Тоже пожелаем всего самого наилучшего всем работникам связи. С Днем Радио. Наших коллег мы тоже поздравляем с этим профессиональным праздником предстоящим. Вот. Ну и сегодня хочется, конечно, сказать, что наше радио, радио Титим, Сахаради, это одно из лучших, я сейчас сказал бы, в нашем Дальневосточном федеральном округе, в целом в регионе. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, вам спасибо тоже за звонки. И вам очень успехов в вашей работе. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Это «Якутск.Сегодня». Продолжаем наш прямой эфир, уважаемые телезрители и радиослушатели. От темы, скажем так, чисто технической, но столь нам всем жителям республики важной и необходимой, перейдем к теме, безусловно, не менее нужной для духовного развития всех, это театрального искусства. «Якутск.Сегодня» – это бесспорно театральный город, театральная столица, я бы назвал, «На вечной мерзлоте». Вообще в мире, наверное, является такой город, где есть множество театров. Ну, свой юбилей, пусть небольшой, отмечает, да, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Вот. У нас в студии директор этого уникального театра, я бы назвал так, «Отличник культуры» республики Саха-Якутия Василий Романович Слепцов. Добрый день. Добрый день. Приветствую, дорогих радиослушателей и телезрителей. Так. И Екатерина Владимировна Захарова, артистка Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, отличник культуры республики Саха-Якутия, руководитель студии танцевального искусства «Маска» при театре КМНС. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Уважаемые телезрители и радиослушатели, и, конечно, снова обращаюсь к вам, если у вас есть вопросы моим собеседникам, вот во втором блоке нашей сегодняшней телерадиопрограммы, пожалуйста, звоните нам. 32-00-66 и 32-11-66. Ну что ж, Василий Зарманович, вам, наверное, всё-таки первый вопрос. Давайте начнём сначала, да? Как обычно спрашивают, когда был основан ваш театр? Театр наш молодой. В 2014 году по указу главы республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова в мае было издано распоряжение о создании, ну, наверное, в России единственного театра коренных младшественных народов Севера, и буквально с сентября 2014 года мы начали свою деятельность. Официальное открытие театра мы провели в декабре 2014 года на сцене Сахо-Академического театра. То есть вашему театру исполнилось ровно 10 лет? Да. В этом году нашему театру 10 лет проделана довольно-таки большая работа, поставлено 16 спектаклей, что для нас это много. И так как мы, в первую очередь, хореографы, театр был основан на базе народного ансамбля ГУЛУН, и поэтому наше основное направление – это хореография. И помимо того, что мы ставим спектакли драматические, пластические, и, конечно, мы занимаемся танцами. Ну, конечно, есть драматические театры, театр оперы и балета, театр танца. Ну, а ваш театр, конечно, вы уже назвали, в каком направлении вы работаете? А вот мы буквально… Какие-то особенности есть, конечно. Да. Потому что, ну, как мы все знаем, вот вы сказали, действительно, драматическое театральное искусство – это отдельное основательное направление. В этом направлении у нас есть наши такие, ну, самые главные учреждения театральные – это Саха-театр, Русский драматический театр. А так, в нормативно-правовых актах есть такие понятия, что драма, музыкальный театр, театр оперы и балета, театр куклы и театр юного зрителя. А мы как бы не там, не там. Вот, и как бы получается, сейчас мы как театр, мы занимаемся и драматическими спектаклями в том числе. Но все наши работы, прежде всего, основываются на пластике. Поэтому мы себя на данном этапе, ну, называем так, направление наше пластика драматическое, музыкальный драматический спектакль, театр. Вот, и сейчас мы работаем над концепцией, чтобы это как-то задокументировать. Мне кажется, что это, наверное, сложно. Все-таки пластика и что-то вот, да, изобразить, показать, донести до того же зрителя, да, это все-таки, наверное, тоже уникальное какое-то такое искусство. И не каждый человек же этим обладает. Да, у нас же ведь, получается, мы театр, который представляет культуру коренных младшинских народов Севера. Это пять народов коренных. Это эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы. Вот, и, конечно же, мы показываем обрядовые действия, культуру, танцы именно, которые сохранились испокон веков. Но чтобы максимально в наших спектаклях донести эмоционально для нашего зрителя, да, мы, конечно же, используем язык. То есть драматически это надо использовать, чтобы максимально зрителю донести вот ту задачу, цель и задачи, которые поставили на были режиссеры. Ну, мне не пришлось, конечно, к сожалению, вот посмотреть вот ваши спектакли, да, но вот знакомые вот говорят, что действительно это очень удивительно все-таки, да, это тоже завораживающее такое действие. Поэтому вот спектакли, тем более вот на разных языках коренных малочистых народов севера, да, которые проживают на территории нашей республики, это действительно уникальное событие. Это ведь, мне кажется, не знаю, в Российской Федерации таких театров, по-моему, нет. Да, профессиональных театров нет. Нет, профессиональных, тем более, государственных, да, такого уровня. Вот, да, получается, мы показывали спектакли, да, на эвенском, на венкийском, на долганском и юкагирском языках. Вот, пока так, но, конечно, есть свои сложности, не может каждый артист театра обладать всеми этими языками. Вот, 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 да. Конечно, и вот 2024 год в России объявлен годом семьи. Вот, у нас в республике год детства. Вот, ну, конечно, в этом направлении тоже работа проводится, наверное, в вашем коллективе творческой. Да, вот, не зря вы задали такой правильный вопрос. В этом году, да, наш учредитель министерства в лице Министерства культуры и духовного развития также вышел приказ министерства, что этот год пройдет в культуре под эгидой детского театрального искусства. Вот, то есть был издан указ главы республики, и на основании этого указа в этом году на базе многих учреждений культуры состоятся творческие мастерские, будь то театр, будь то музей, ну, во всех сферах культуры, да. Но мы, я хотел бы сказать, вот сегодня со мной пришла артистка нашего, солистка нашего театра. Мы еще далеком, можно так сказать, да, 8 лет назад практически, в 2016 году уже при театре создали детскую танцевальную студию, назвали мы ее «Маска». Вот, и почему вот Катерина... Я думаю, что Катерина Владимировна более подробно нам расскажет, да? Пожалуйста, вам слово. В то время не было никаких танцевальных, ну, для детей именно. А у меня в свое время была мечта заниматься и с детьми, преподавать детям. И моя мечта была попасть в этот уникальный театр. Ну, его еще тогда не было, он тогда был народным ансамблем. Потом, ну, вот когда вот я работала, я все, моя мечта работать с детьми меня не покидала, и тут я предложила руководству открыть детскую танцевальную студию после поездки в Корею. Вот, и получается, что, ну, там, в Корее фестиваль назывался «Маска». Вот, не знаю, почему вот это вот название «Маска» меня не оставляло в покое, и поэтому, ну, согласившись со мной руководством, мы так и назвали «Маска». Набирали мы детей с пяти лет. Сначала, я думала, придет сразу толпа людей. Сначала пришло семь детей. Ага, ну, еще равно. Семь детей, но буквально сарафанное радио заиграло. Мы с детьми работали очень-очень, ну, так, с каждым ребенком работали индивидуально, развивали их данные. Почему при театре открыть вот такую студию хорошо было еще тогда, да? Вот сейчас начинают уже все понимать, что это нужно, да? Потому что это развивает ребенка, раскрывает его личность, развивает его, ну, раскрывает его сущность вообще в будущем. Они же наши будущие дети. И наше поколение, наше будущее, они скоро станут работниками тоже культуры. И мы делаем, мне кажется, большое дело. И еще и развитие, и распространение культуры коренных малочисленных народов Севера. Это у нас огромная вот такая цель. И у театра. Это самое главное, я считаю, тоже. Да, и у театра, и у нашей студии. В нашей студии преподавателей четверо. Вот я руководитель, и еще у меня со мной работают три преподавателя. У каждого преподавателя есть своя группа. Хорошо. У нас телефонный звонок, вот мне режиссер показывал. Давайте. А наушники, пожалуйста, оденьте. Мы послушаемся, что спрашивают нас телезрители и радиослушатели. Алло. Алло. По-якотьски можно говорить? А, давайте, давайте, я переведу. А, сахалы, ток-ток. Угу. Мы были, как мы, в артическом русском, в артическом русском, в артическом театре, в артическом русском. Мы были, как мы, 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 в артическом русском. Игорь Негода. Игорь Негода. А получается, сейчас, после пандемии, мы до сих пор восстанавливаемся, конечно же. Театр нас всё равно сейчас поддерживает. Мы занимаемся. И с 2016 года отмечу, что наши дети участвуют в спектаклях нашего театра. Участвуют не просто как в массовке, а у них есть роли. Свои роли, да? У них есть свои слова. Как артисты. Как артисты. Вот, хорошо. А вот скажите, пожалуйста, в детской студии только северные танцы, да? Нет. Нет? На занятиях у нас, ну, у нас есть программа обучения. У нас есть общая физическая подготовка. Мы развиваем те гимнастические упражнения, растяжки. И, в общем, развиваем в них танцевальность и артистизм. То есть от театра мы ещё получаем мастер-классы. Мастер-классы для наших детей. Мне кажется, это очень хорошее содружество у нас вышло такое. Ну, вот. Ну, можно сказать, что период становления ваш коллектив уже прошёл. Позади уже, скажем так. Да, да. За плечами уже. Вот. А что сейчас, вот как развиваться? Что у вас в планах какие-то есть? Чуть-чуть поделитесь с нашими телезрителями, радиослушателем. У нас, ну, вообще мы начали вот сразу, как вот открылись. В первый год сразу поехали в Китай. Там мы выиграли первое место. И вот каждый год мы стараемся ездить, чтобы дети развивались, набирались опыта. Мы видели культуру других народностей. В этом году мы съездили. Ну, в этом сезоне. В этом сезоне. Осенью в Казани были. Тоже очень много призовых мест заняли. В декабре мы ездили в Москву. Пять девочек я возила. Тоже заняли места. И солистка у нас там была. Вот. И вот сейчас вот только что приехали тоже с Москвы. Мы там принимали участие в конкурсе фестиваля. И тоже заняли призовые места. У нас там и первые, и вторые места. Ну, молодцы, конечно. Мы что-то поздравляем. Надо, да, пользуясь случаем, все-таки, я считаю, поблагодарить родителей. Прежде всего, детей. Какое бы желание у детей не было, это все-таки родители. Это же время привезти ребенка. С ним сидеть, потом увезти. Вот надо. Большое спасибо родителям. То есть все костюмы, все вот агейбилеты проживания, все оплачивают у нас сами родители. То есть родители у нас очень активны, и они стараются сделать для ребенка все возможное, чтобы он рос. Понятно. А вот в юбилейный год для вашего театра какие планируются мероприятия? Получается, в этом году, ну вот буквально в этом месяце у нас идет подготовительная работа. Мы готовим к Дню защиты детей примерный спектакль специально для детишек с участием также наших детей из детской танцевальной студии «Маска». Как сейчас получается, как концептуально, да, дети не только должны смотреть спектакли, они должны участвовать. Почему? Потому что мы же сейчас взращиваем и будущих работников культуры, и своих зрителей. Мы с детства детей приучаем к культуре к искусству. Это очень важно. Вот также в рамках десятилетия нашего театра в декабре месяце мы планируем провести большую концертную программу на сцене Сахар-Академического театра. Конечно же, уже осенью, наверное, мы начнем рекламную кампанию и обязательно известим наших зрителей на всех площадках, на которых это возможно. Ждем, да, вот в декабре будет у нас юбилейное такое большое мероприятие. Также хотелось бы поделиться, в этот год знаменательный для нас наш театр выиграл президентский гарант президента Российской Федерации, это около 3 миллионов рублей, на постановку спектакля. Вот, по пьесе Владимира Федорова «Золотые слезы, синие птицы». Вот спектакль планируется, премьера планируется осенью этого года. Режиссером выступает всеми нами известный, уважаемый Сергей Станиславович Потапов. Вот, так что сейчас параллельно идет работа над двумя спектаклями. Вот, примерно такие планы. Да, кстати говоря, вот осталось совсем немного времени до конца эфира. Ваш театр находится по улице Чернышевска, насколько я знаю, в Доме Северных Народов. Ага. В 2004 году по указу Вячеслава Анатольевича Штурова построили Дом Севера, ну, в народе его так называют. Да, так называют. Сейчас, да, получается, с 2016 года мы размещаемся там. Там размещается Театр Народов Севера, наш театр, Министерство по развитию Арктики. И также там Ассоциации Коренных Материных Народов Севера. Вот, ну что ж, осталось буквально совсем секунды, наверное, до конца эфира. Несколько секунд, да, скажем, несколько слов, пожелания в связи с праздниками, уважаемые. Вот, пользуясь случаем, дорогие наши телерадиослушатели, разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы. Также завтра у нас День Радио. Поздравляем всех с праздниками. Ну что ж, спасибо, мы тоже вас поздравляем всех. Наша передача подошла к концу. Всего доброго.